Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Спортмикс» в студии Тахир Гафуров, а спонсором нашей передачи выступает торговый дом «Дордой Плаза». Ищите подходящий спортивный инвентарь по всему городу? Сравнивайте цены! Огромный ассортимент спортивных товаров, популярных брендов для взрослых и детей. «Дордой Плаза» – все для вашей спортивной семьи. Во дворце спорта имени Кабаулу Кажамкула прошел Кубок Коргызской Республики среди младших юношей в честь чемпиона мира Андрея Курнявки. И сегодня мы вам расскажем об этих соревнованиях. А спонсором рубрики «Спортплощадка» выступает спортивно-развлекательный центр «Сан-Сити». «Спортплощадка» выступает «Спортплощадка» выступает «Спортплощадка» выступает «Каргизскому нашему боксу». Ребята, как минимум стать чемпионом мира, максимум олимпийскими чемпионами. Всем удачи, добра, здоровья. Кргызстан вперед! Итак, во дворце спорта имени Кабаулу Кажамкула прошел Кубок Коргызской Республики по боксу среди юношей 2008-2009 годов рождения в честь заслуженного мастера спорта СССР чемпиона мира Андрея Курнявкина. Организатором турнира выступил мастер спорта СССР по боксу судья международной категории «Ибо три звезды» Мукаш Ирсалиев. Ну и, конечно же, этот турнир вызвал очень большой интерес, так как соревнования среди младших и юношей у нас редко проводятся. Ну вот в последние два года как бы начали проводить турнир по этим возрастам, по младшим юношам, так как в настоящее время проходят уже чемпионаты Азии. Ну и чтобы, естественно, везти туда достойных ребят, нужно проводить отбор. И вот у нас проводится теперь чемпионат Кыргызской Республики среди этого возраста 2008-2009 год и Кубок Кыргызской Республики. Два, так сказать, соревнования в год. В прошлом году два турнира прошло и вот в этом году, летом был турнир в честь чемпиона Советского Союза Валерия Дрюшковца. И вот осенью состоялся Кубок Кыргызской Республики среди младших и юношей в честь Андрея Курнявки. Итак, 33 килограмма на ваших экранах весовая категория, красный угол Оринга, Умар Алтынышев, Талас. И в синем углу боксировал Абдурахман Иминов из города Ош. И в итоге победителем Кубка страны стал Абдурахман Иминов. А бронзовые награды завоевали Саян Анваров из Жалабада и Баэл Сарсенбеков, Чуйская область. Следующая весовая категория до 35 килограмм здесь встретились. Нурдан Касенов из Цикульской области, красный угол Оринга и Айбек Танчебеков, Чуйская область. Он, соответственно, занимал синий угол Оринга. Ну и хотелось бы, конечно, отметить, что очень много почетных гостей было на этом турнире. Это чемпион мира и Европы и Олимпийских игр Александр Лебзяк, двукратный призер Олимпийских игр, двукратный чемпион мира, герой Калмикии, Раин Кульмалахбеков. Также гостем на турнире был Андрей Гоголев, чемпион мира. С Азербайджана приехали поддержать Андрея, точнее, приехал Фуат Асланов, бронзовый призер Олимпийских игр в Афинах. Ну и, конечно же, наш семикратный чемпион мира по боксу среди профессионалов, Ружубек Назаров, также был почетным гостем на этом турнире. Итак, отмечу, что бронзовыми призерами в этом лесе стали Норелес Ахматов Жаллабад и Жаадар Рустамбеков, также представлял он город Жаллабад. Первым номером работает Нордан Касенов, занимает центр Оринга. И, в принципе, довольно неплохо атакует Айбек Кальчебеков, как вы видите, пытается работать вторым номером, но в итоге бой завершен и победу одержал представитель Секундской области Нордан Касенов. Ну, во-первых, я благодарен организаторам за приглашение в Кыргызстан, тем более здесь мой был второй чемпионат СССР, где я занял третье место и попал уже в основную команду национальной сборной команды Советского Союза. Поэтому Бишкек стал таким стартовым толчком, как бы бронзовой медалью, стал стартовым толчком уже к более высоким педесталам. Поэтому я благодарен Кыргызстану, он мне дал толчок уже к более высоким победам. Я пообщался с тренерами, с ребятами, питание, проживание, прекрасная организация. И что мне понравилось, все-таки выделяется Кыргызстанская школа, я имею в виду школа бокса. То есть вы оставили советскую школу бокса. Понятно, вы что-то свое добавили, но скелет – это вот наш советский бокс. Поэтому я очень рад, и характер ребят выделяется, конечно, бойцовский характер. И ребятам дерутся, они видят, что здесь находятся чемпионы. Тут находится непосредственно Андрей Курнявка, которого плавает это перерывство. И все хотят стать чемпионами. Я желаю ребятам удачи и победы. Спасибо. Ну вот, мы слышали пожелания обладателя, так сказать, большого шлема. То есть это чемпион мира Европы и Олимпийских игр Александра Либзика. И очень тепло он отзывается о нашем городе. Любит он Бишкек. Ведь именно отсюда началась, так сказать, его карьера в сборной Советского Союза. На чемпионате СССР, именно в Бишкеке, точнее тогда это был город Фрунзе. Александр Либзяк стал бронзовым призером чемпионата СССР. И тогда вот он вошел в сборную Советского Союза. И началась, так сказать, его спортивная карьера. Ну а у нас следующая весовая категория. Норсултан Дойшаналиев в красном углу ринга из Сипульской области. И соперником его в этом бою был воспитанник Республиканского спортивного колледжа Умар Орусбаев. Он, соответственно, занимал синий угол ринга. Бронзовыми призерами в этом весе стали Абдул-Латиф, Абдул-Касымов, Ожская РСД Шор и Алихан Билалов, город Бишкек. Ну а я, наверное, познакомлю вас с человеком, в честь которого и проводился этот турнир. Андрей Курнявка. Андрей Курнявка родился 4 мая 1968 года в городе Фрунзе. В детстве он по наставлению старшего брата активно занимался плаванием, был кандидатом в мастера спорта и до звания мастера спорта ему не хватило всего нескольких десятых секунды. А вот в возрасте 14 лет Андрей уже выбрал бокс. А у нас завершен поединок и в этом бою победу одержал Норсултан Большин Алиев. Следующая весовая категория до 40 кг в красном углу ринга Умар Марсов и в синем углу Мансур Юнусов. Оба представляют город Жалабад. Бронзовыми призерами в этом весе стали Абдул-Латиф Махмад Алиев, Ожская РСД Шор и Малик Жалалиев из Секундская область. Итак, в 14 лет Андрей выбрал бокс и начал тренироваться под руководством заслуженного тренера СССР Михаила Гашланы. В 1985 году он стал бронзовым призером всесоюзных юношеских игр. И с этого момента, можно сказать, Андрей получил известность и вошел в состав юношеской сборной СССР. В 1986 году он одержал победу на юниорском первенстве страны и завоевал золотую медаль на чемпионате Европы среди юниоров. А вот начиная с 1987 года Андрей Курнявка уже находился в составе взрослой сборной Советского Союза и выступал во второй средней весовой категории до 75 кг. Ну, мы вам показываем лучшие моменты боев, так сказать, чтобы вам было интересно. И напомню, вы смотрите финальный поединок весовой категории до 40 кг. Довольно активно работают оба спортсмена. Никто, так сказать, не хотел сдаваться. Идет обмен такими ударами. Ну, и в итоге победителем Кубка Кыргызстана становится Мансур Юнусов из Жалабада. Я хочу сказать о турнире. Действительно, турнир проходит на высшем уровне. Мы сидим здесь с коллегами, вот с моим другом фантов разговаривали. Действительно, этот турнир проходит такой, знаете, у вас он республиканский считается кубок. Мы думали, что здесь такая обстановка, как будто международный турнир проходит. Действительно, вот такая аура, такая атмосфера. Вот люди, как вот приходят, я смотрю на лица людей, как они болеют. Я действительно хочу поблагодарить Мукаша. Действительно, он сделал такой праздник для республик и для города, что побольше бы таких меценатов, что больше бы такие турниры проходили. Чтобы для людей был праздник. Поэтому хочу сказать, что действительно турнир на высшем уровне. А класс боксеров, вот я смотрю, один лучше другого. Поэтому, то, что я хочу сказать, действительно, все на, как говорится, на отлично проведенном сделанном. На ваших экранах был Раим Курбалакбеков, двукратный призер Олимпийских игр, двукратный чемпион мира. Ну, а мы смотрим следующую весовую категорию. До 43 килограмм здесь встретились Биллок Акрамжанов. В красном углу ринга и в синем углу ринга боксировал Бигзот Абдусаламов. Оба спортсмена представляют команду Ожской Эрезной Шор. Ну, а я продолжу вас знакомить, так сказать, со спортивной карьерой Андрея Курнявки. Итак, Андрей Курнявка, чемпион СССР 1989 года. Бронзовый призер чемпионата Европы 1989 года. Чемпион мира 1989 года. Напомню, в финальном поединке он одолел кубинца Анхеле Эспинозу. В 1990 году Андрей стал победителем Игр Доброй Воли, выиграв в решающем поединке американца Терри Магрума. В 1991 году Андрей стал победителем спартакиады народов СССР, обладателем Кубка СССР и серебряным призером чемпионата мира. Кстати, там из-за сомнительного, можно сказать, решения судей, победу одержал в финале Торстон Май из Германии. А до финала Андрей выиграл американца Джона Руиса и канадца Роберта Дей Брауна. Завершен у нас поединок весовой категории до 43 кг и победу в этом поединке одержал Бекзот Абдусаламов. А бронзовыми призерами стали Зубаир Акрамов Ош и Умар Мадаминов РСК. Следующая весовая категория до 46 кг в красном углу боксировал Даниэль Русланов, бишкекчанин, и соперником его в этом бою был представитель города Ош Мухаммад Амин Садыков. Бронзовыми призерами в этой весовой категории до 46 кг стали Саид Розабаев, бишкек, и Руслан Нул-Касымов, также представитель города бишкек. Ну и далее. Об Андрея Курнявке. Он является неоднократным победителем матчевых встреч СССР-США, неоднократным победителем международных турниров в Румынии, Таиланде и Франции. За выдающиеся достижения Андрей Курнявка удостоен звания заслуженный мастер спорта СССР и выдающийся боксер. Вот. Ну и мы смотрим финальный поединок весовой категории до 46 кг. Также довольно интересный бой. Оба спортсмена пытаются атаковать. Ну и вот такой нередко идет обмен ударами. Ну и все-таки первым номером старается работать Даниэль Русланов. В итоге бой завершен. И победу одержал боксер красного угла Даниэль Русланов. Ну, я побывал в Республике Кыргызстан. Я впервые увидел тренировку Советского Союза. Взял интервью. Увидел, как сегодня развивается бокс в Республике Кыргызстан. Ну, но Советская система, что осталось, что осталось. Мы с вами слушали пожелания чемпиона мира. Андрея Гоголева. Кстати, в 1991 году Гайдарбек Гайдарбеков должен был ехать на чемпионат мира, но приболел. Вместо него поехал Андрей Гоголев и завоевал золотую медаль. Вот так бывает в спорте. Ну, а мы смотрим финальный поединок весовой категории до 49 кг. Здесь встретились Абдулхак Садыков. Город Ош в красном углу ринга он. И боксер синего угла, представитель Чуйской области. Элдияр Теннисбеков. Бронзовыми призерами в этом весе до 49 кг. Стали Кутманлей Муратов РСК и Дамир Сафин Жаллабад. Ну, вот я уже говорил, что Андрей Курнявка чемпион мира 1989 года. В финале он встретился с кубинцем Эспенозой. Ну, и можно сказать, что к моменту московского чемпионата мира кубинец забыл, когда последний раз проигрывал. Ну, и Андрея все, так сказать, спешили заранее, как говорится, похоронить. И даже свои. Никто не думал, тогда никто не ожидал, что Андрей Курнявка сможет победить кубинца. Но об этом я сейчас расскажу. А в этом поединке победу одержал Элдияр Теннисбеков. Чуйская область. Следующая весовая категория до 52 кг. В красном углу ринга Искандер Расулжанов. Город Ош. И в синем углу представитель Чуйской области. Ал Алим Эямладаев. Бронзовыми призерами в этом весе стали Дельмурат Джарабаев. Чуйская область. И Норислам Ишинбаев. Город Нарын. Итак, вот никто не верил, что Андрей Курнявка сможет победить Анхеле Испинозу. И в этой связи перед самым боем в раздевалке произошел очень интересный инцидент. Кто не знает, когда Андрей Курнявка надел перчатки. И начал работать со своим тренером на лапах. К ним подошел тренер из Казахстана Валерий Никулин. Личный тренер супертяжеловеса Александра Мирошниченко. Наверное, помнит такого боксера. Так вот, Валерий Никулин подошел к Андрею. И Михаилу Федоровичу в Гашламе. И говорит, зачем ты разминаешься? Курнявка опешил, говорит, как, ведь сейчас же мой бой будет. А Никулин сказал, да ладно тебе. Тебе и второго места хватит Испиноза, мол, тебя убьет. И пока Андрей переваривал эти слова, не понимая, как на них реагировать, Михаилу Федоровичу развернулся и лапой нанес резкий удар в голову Никулина. Итак, в этом бою победу одержал Искандер Расулжанов. Город Ош. Я очень рад, что я нахожусь в Кыргызе. Очень хорошо проводятся соревнования. Я очень рад, что такие соревнования проводятся для детей, спортсменов, юношек. Это большой помощь, что у них развивает опыт. И благодаря нашему другу Мукашу Ирсалиеву, что организатор этого соревнования, я вам скажу, что это международный уровень проводится турнир. Я всем удачи желаю. Вы слышали пожелания от бронзового призера Олимпийских игр в Афинах Фуана Асланова из Азербайджана. Ну, а мы смотрим следующую веселую категорию. До 55 килограмм здесь встретились. Из Адкам Чебеков, город Нарын. И Ширали Шайкидинов, город Бишкек. Ну, так вот, как я уже говорил, Михаил Федорович Гошлама, так сказать, обиделся. И лапой нанес резкий удар в голову Никулина. И началась небольшая заваруха, которую, впрочем, общими усилиями быстро погасили, растянув тренеров по углам. Этот случай, по словам Андрея Курнявки, еще раз убедил его в том, что в него никто не верит, но в то же время он, так сказать, подзарядил и подстегнул его на победу. Итоговый счет говорит о неоспоримом превосходстве Андрея Курнявки. Он победил кубинца Анхеля Испиноса со счетом 28-12. Вот что значит, так сказать, в своей силе. А у нас в нандауне оказался Ширали Шайкидинов. Ну, ничего страшного не произошло, бой продолжается. Боксер синего угла старается работать первым номером, но частенько вот хорошо его встречает Изат Камчебеков. И еще один удар прошел в голову. И еще один нокдаун. Хорошо вторым номером отработал Изат Камчебеков и в итоге стал победителем этого боя. А бронзовыми призерами стали Шараби Дин Шамсугдинов, Ожская РСД и Шор и Успан Капаров из Сыкульская область. Следующая весовая категория до 58 килограмм в красном углу ринга Ахмади Арваза, город Бишкек. И в синем углу Бахадыр Абдумажидов, Баткен. Бронзовыми призерами в этом месте стали Абдул Хаир Калдебеков из Сыкульской области и Баэл Станбеков. Ну так вот, кстати, в 1991 году в присутствии личного тренера Андрея Курнявки, Михаила Гошламы и главного тренера сборной Константина Копцева, Курнявка получил приглашение от Эвендера Холифилда. В то время абсолютного чемпиона мира, обладателя чемпионских поясов по версиям ВБС, ВБА и АйБФ, поработать в его команде приглашал Эвендер Холифилд Андрея. Но Константин Копцев и Михаил Гошлана в один голос отговорили его от этого в связи с предстоящими Олимпийскими играми в Барселоне. А так, возможно, еще в то время Андрей бы перешел в профессиональный бокс. В локдауне во второй раз оказывается Бахадыр Абдумажитов и в итоге бой завершен. Облагателем Кубка страны становится Бишкикчанин Ахмади Арваза. От имени судейского корпуса «Реструли Казахстана», от имени федерации бокса «Реструли Казахстан» «Мы хотели поблагодарить за высокую организацию данного турнира нашего очень близкого друга судьи международной категории Мухаша Ерсалиева, а также гостей данного турнира Андрея Бурнятки, чемпиона мира, олимпийского чемпиона, нашего тоже друга, господина Лебедяка Гоголева, Малахбекова, вклада нашего друга. Спасибо, что отозвались и приехали на этот данный турнир. Я очень надеюсь, что на данный турнир, после этого турнира, зажгутся новые звезды «Реструли Казахстанского бокса». Аллахбер Астан! Весовая категория до 61 кг. В красном углу ринга Фазиддин Вахидов Ошская РСГ Шор и в синем углу Мохаммед Кадыр Абдиманапов Ош. Ну а бронзовыми придерами в этом весе стали Оскар Эралиев Бишкек и Биктор Сун Бакетов Баткен. Итак, отговорили Андрея Курнявку, тренера, переходить в команду Эвендера Холифилда из-за Олимпийских игр в Барселоне. Ну и впоследствии Андрей Курнявка, конечно же, очень об этом сожалел, что не принял предложение Холифилда. Так как главный тренер сборной СССР Константин Купцев принял решение не брать Андрея Курнявку на Олимпийские игры 1992 года в Барселону. Вместо него он заявил украинца Ростислава Зауличного, который все время проигрывал Андрею. В том числе он проиграл Андрея Курнявке и на Спартакеаде народов СССР 1991 года. Ну и, собственно, после этого Андрей Курнявка принял решение завершить спортивную карьеру. Ну а мы смотрим с вами финальный поединок весовой категории до 61 килограмма. Оба спортсмена довольно активно работают. Ну, кстати, можно отметить еще то, что на этот турнир приехали судьи из Умбекистана, Казахстана, ну и, конечно же, наши. Итак, Фазиддин Вахидов становится обладателем Кубка Страны. А мы с вами смотрим следующую весовую категорию до 64 килограмм. В красном углу ринга Сыргабек Арагбаев, город Бишкек. И в синем углу Эмир Асанбеков из Сыкульская область. Бронзовыми призерами в этой весовой категории до 64 килограмм стали Абдулев Мухтардинов, Ош и Николай Ильин. Чуйская область. Бронзовыми призерами в этой весовой категории до 64 килограмм. Урок Павел, город Бишкек. Бронзовыми призерами в этой весовой категории до 70 килограмм. Здесь встретились Алиханса Дегалеев, в красном углу ринга представитель города Нарен и в синем углу Радбек Мурзалеев, город Жалабак. Но это уже, так сказать, потяжелее весовая категория. Оба спортсмена идут в обмен ударами, но здесь уже нужно, так сказать, быть поосторожнее. Ну, также стоит сказать о том, что Андрей Курнявка принимал участие в Олимпийских играх 1996 года в Атланте, уже в составе независимого Кыргызстана. Ну и, к сожалению, в первом же бою жребий его свел с кубинцем Феликсом Савоном. Раньше не разделяли, так сказать, лидеров при жребьевке. Вот в настоящее время самых сильных раскидывают, так сказать, чтобы они не встретились сразу. А тогда такого не было. И вот в первом же бою Андрей Курнявка встретился с Феликсом Савоном. Впрочем, первый раунд он выиграл, но второй и третий раунды остались за Феликсом Савоном, который и стал Олимпийским чемпионом. Как любители спорта, любители бокса знают, Феликс Савон является трехкратным Олимпийским чемпионом. Итак, близится у нас к завершению поединок. В весовой категории до 70 килограмм. Подустали уже спортсмены, входят в клинч. Пытается Алихан Садыгалиев набрать очки. Вот работает первым номером, немного провалился, но, тем не менее, кое-какие удары достигли цели. И в итоге бой завершен. И еще одна весовая категория свыше 70 килограмм. Здесь встретились Исламбек Гуламеддинов, город Ош и Карим Эминхаджаев, Чуйская область. Кстати, бронзовыми призерами весовой категории до 70 килограмм стали Актан Асеев Нарын и Бигзад Душенбеков из Сыкульской области. В этой весовой категории свыше 70 килограмм бронзовых наград удостоились Абду Малик Леров, Чуйская область и Даниэль Исмаилов, Пижал Лабад. Ну и еще одного финала не было у нас в связи с травмой одного спортсмена Фахриддина Ибрагинджанова. Ну и в итоге весовой категории до 67 килограмм. Овладателем Кубка страны стал жаллобадец Альберт Искандаров. Ему земляк Фахриддин Ибрагинджанов стал серебряным призером. Ну и бронзовых наград весовой категории до 67 килограмм удостоились Али Камил Эмилбеков в городе Бишкек и Аллас Мехбасунов из Сыкульской области. Итак, супер тяжелая весовая категория у юношей свыше 70 килограмм. Ну и здесь, конечно же, нужно действовать осторожно, так как и здесь удары уже довольно сильные. Вот мы видим атаку в исполнении Исландбека Дюна Меддинова. И в итоге секундант Карина Эмон Хаджаева решил прекратить бой и чемпионом стал Исландбек Дюна Меддинов, представитель города Ош. Мы желаем нашим юным боксерам дальнейших успехов. А сегодня у нас в гостях организатор турнира в честь Андрея Курнявки, мастер спорта Советского Союза по боксу, судья международной категории Иба Мукаш Эрсалеев. Здравствуйте, Мукаш. Прошел у нас турнир среди младших юношей в честь нашего чемпиона мира Андрея Курнявки. Но я, насколько знаю, это уже четвертый турнир, который вы проводите. Как вообще пришла идея проводить турниры среди младших юношей? Здравствуйте. Вот первый турнир у нас, я не сказал бы спонтанно, просто у нас департамент, это отдел при Минкультуре, для младших юношей не предусмотрено, они деньги не уделяют нам. Наша команда должна была ехать в Бахре на чемпионат Азии среди этого возраста, младших юношей. И мы собрались и провели, везде занято, провели, у нас есть такой тренер, он боксер был хороший в массе спорта, Ильяр. Вот у него челлендер называется, у него зал, мы там провели первый отборщий турнир первой среди республики. А второй турнир, вот через полгода мы провели кубок республики в честь, у нас есть спортивный деятель, он судья по боксу был в свое время. Судил хорошо, он мой учитель, Бедала Ашралиевич Алумкулов. Вот в честь него, у него был юбилей, и мы провели в честь него кубок республики. Потом в этом году, это было в том году, в этом году, 1 февраля мне исполнилось 52 года. И мне с утра, обычно мама звонит, с утра, рано утром позвонил Андрей Петрович Курнявка с Москвы. И мне пожелал здоровья, чтобы у меня все было хорошо. И у меня сразу была, пришла идея, что Андрюха, говорю, вот в этом году, осенью, в честь тебя, пройдет турнир Кубок Республики. Потому что мы летом, как бы, уже должны были провести первой среди республики среди младших юношек. А вот в регламенте не предусмотрено, что один возраст, два раза нельзя проводить турнир. Поэтому мы возродили Кубок Республики. Ну, можно отметить, что турнир прошел на очень высоком уровне. Можно было вот на мальчишек смотреть, как их глаза горят. Брали они автографы у чемпионов и у Александра Лебезяка. Ну, у всех. У Фуата Асланова, у Раинкуля Малахбекова, у Андрея Курнявки. Общались они с ними. И, наверное, вот кто победителей награждал это, и Лебезяк, и Асланов все. Наверное, это навсегда мальчишкам запомнится, что их награждал вот такой чемпион. Ну, я думаю, да, потому что это дает, это мотивация, это большая мотивация для подрастающего поколения, для спортсменов. Я думаю, это очень положительно повлияло на их дальнейшую спортивную карьеру, думаю. Ну, вообще, вот я разговаривал с Александром Борисовичем, в частности, и он отметил, что уровень наших юношей очень высокий. Вот я, знаете, что я хотел бы сказать, вот именно вот случаем, как бы, вот вы мне задаваете вопрос. Вот некоторые говорят, вот при Союзе так было, сейчас так, ничего подобного. Вот те же ребята еще есть, вот мальчики, есть талантливые. Просто вот смотришь и жалко, вот не хватает этого, не хватает того. Я недавно был в Ташкенте, мне пригласили через Международный комитет на семинар, именно вот судейский семинар. Я там, почти неделю я был на этом семинаре. И нас возили, есть практика же, там боксируют, мы судим, где-то практика и вот учеба по новым правилам. И мы сначала были в Федерации бокса Узбекистана. Там есть гостиница, например, из соревнований, вот команда приезжает, да, там без, например, гостиницы нет или где-то опоздали, да. Они прямо туда едут, там есть гостиница, кормят бесплатно, все условия, спортивный зал. Потом были мы в этом, в Олимпийском комитете, вот как наш Белый дом. Чуть меньше, чуть меньше, но красивый такой Белый дом. И мне так как бы, как патриота своей стороны, для меня флаг, Кирп, это выше в моей жизни даже стоит, это 100%. Мне здесь, честно, стало очень обидно. Потому что вот у нас говорят, федерация, 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 это общественная организация. Мы федерация и спортдепартамент, мы партнеры. У нас только общественная организация, федерация. Но там, в Узбекистане, я до этого знал, но у них, вот государство обязало, вот, например, железной дороги обеспечить стипендией, обеспечить форму обмундирования, все выезды, поездки, сборы, это за счет государства. Так что у них мощная поддержка, поэтому у них такие результаты. А вот далеко не будем идти, вот, Казахстан. А там вот Казахстан полностью обеспечивает боксеров. А потом у нас что-то требует от нас. Мы можем, командно, как бы мы не сможем с ними конкурировать. Но мы должны искать Назаровых, Абдекалыхов, Курнявка, Гришковцов мы должны из среди... Талантливый боксер только может вырваться, но все равно поддержка нужна. Сейчас спорт немножко другой, сейчас фармакология, мощная фармакология. Поэтому, используясь этим случаем, я хочу поблагодарить нашего президента. За 30 лет, как он пришел во власти, да, вот у власти, вот у нас есть центральный зал. Да, вот раньше Спартак был, сейчас Дуэлёна Умрузахова, вот там у нас есть, мы до сих пор называем это зал Спартак. Сделали евроремонт. Ну, я очень благодарен нашему президенту, да, вот, ну, это факт. Так что, я думаю, у нас будет развитие в спорте. И вот флаг поднимается только в двух случаях. Когда наш президент бывает президент республики в других странах, и когда наши спортсмены выигрывают Азию, чемпионат мира, и там наш флаг. Так что, это гордость, это имидж нашего государства. Поэтому, я в двух словах тоже свое мнение скажу. Например, в Монголии, в Монголии, 3 миллиона населения живут. У них есть Министерство спорта. Возьмем какой-то субъект, да, России, Дагестан. Там есть Министерство спорта, как и в Монголии. А у нас был комитет, ладно, куда не шло. Сейчас, не знаю, кто у нашего президента советники. Их метлой надо убирать. Почему? Потому что, вот, сделали при Минкультуре департамент, это отдел. Ну, если из Дагестана приедет какой-нибудь алипс-чемпион, министер спорта, да, а у нас будет на побегушках выйдет из Минкультуры какой-то директор нашего отдела. Ну, это же дискриминация, так нельзя позориться вообще. У нас должно быть, как в Дагестане, у нас 7 миллионов населения. Поэтому кому-то это нравится, не нравится, просто я, у нас же свобода в слове, я же могу сказать. Ну, в настоящее время, насколько я знаю, депутаты подписали петицию, письмо, чтобы и вывели спорт из департамента и сделали отдельное министерство. Я, насколько знаю, такое письмо уже есть. Дай Бог им здоровья. Потому что, вот, два месяца назад мне, вот, спутник, вот, по поводу, вот, мы же, вот, турнира тоже взяли интервью. Я эти слова там тоже сказал. Ну, будем надеяться, что у нас все-таки выведут спорт из департамента, сделают отдельной структурой. Ну, хотя бы, если не министерство, то хотя бы комитет вернут. И будет, так сказать, все в порядке. Планы какие у вас теперь? Ну, планы какие? Мы, вот, судейский корпус у нас, федерации, мы обязуемся взять, вот, то, что нам государство не дает деньги на проведение турниров, например, вот, посреди младших юношей. Мы собрались, коллектив наш. Это мы поддерживаем политику президента нашего, уважаемого Садына Роджевича. И хотим, чтобы мы тоже для страны что-то сделали. Потому что, еще раз скажу, мне сейчас 52 года. Я не знаю, сколько я буду жить еще. Ну, я, как я, давайте, как я скажу. Мне 52 года, если так посчитать, я свою сознательную жизнь, где-то 70-80% я прожил, наверное. Я не хочу, чтобы наши дети, вот наши вот, кто любит спорт, наше вот поколение, точно младшее поколение, чтобы они тренировались в хороших залах, поднимали наш гыргызский флаг. Я хочу, чтобы у нас были мечты, чтобы были в боксе чемпионы мира, олимпийские чемпионы. Так что мы, у нас есть очень светлая зависть. Мой одноклассик, Нурбек Изабеков, да, он в школе учился хорошо, видно было, что он был педагогом. Обычно у нас Таласки ругается, но он никогда не ругался. И вот я пару тренировок заметил, когда Айсулу в зал зашел, там, в спортшколу, и он как с Айсулу работал, с Танбековой. Ну как, он как бы, просто здесь я так думаю, что вот тренер и ученица, вот, они нашли друг друга. И сейчас, вот, он воспитал величайшую, как бы, спортсменку. Ну, вкратце, чемпионка мира, финалист, олимпийских игр, это для нас величина. Поэтому, вот таких спортсменов, спортсменов, как Айсулу Танбекова, да, в любом возрасте нужно для них поощрение, поощрять надо, в любом возрасте. И надо им дарить, надо чуточку любви. Это общество должно делать, в первую очередь государство. Потому что у нас, например, вот, почему мы провели турнир Курнявка, да? А его забыли, здесь забыли, действительно. Орзвек Пулетович, он где-то в Японии, где-то в Америке, он же с хрылским флагом, флагом же бегал же, правильно? Это величина. Даже государство должно чуть-чуть дотации давать таким спортсменам. Ну, вот эти чиновники воруют же, ну, пускай чуть-чуть дают этим спортсменам. Ну, это просто спортсмен, например, Орзвек Пулетович, он со здоровьем плохо, например. У него одного глаза нету. Это же он же всю молодость, здоровье отдал спорту, нашему любимому спорту. И поднимал флаг Советского Союза, откуда он из Киргизии. И поднимал флаг с зарубежных стран. Он только под нашим флагом уехал. Я даже знаю, его в Узбекистан приглашали. Давай к нам, к нам. А он-то не поехал, а ему, кант роднее ему. Поэтому я еще раз хочу обратиться нашим властьимущим, вот этих величайших спортсменов. У нас их мало. Я хочу, чтобы их было много. В любом возрасте надо их поощрять. В любом возрасте. Именно и в денежном плане. Хотя бы что, у нас спортдепартамент год-два раза не могут, что ли, нашего Урзека Пулетовича, например. Уважаемый, вот билет, отдохните, пожалуйста. Вот, пожалуйста, это от государства. Это престиж государства. Это все же видишь. Вот в Дагестане как вот выиграл спортсмен. Я не знаю, как у них. Даже до миллиона долларов дают им. Приезжают официально, неофициально. Но поощряют их. Ну, будем надеяться, что ваши слова услышат. Ну, надеюсь, конечно. Если вы покажете, конечно. Ну, четвертая у вас. Ну, и в завершении разговора, Лукаш, у вас есть возможность вот что-то пожелать телезрителям. Уважаемые телезрители, что я могу сказать. В любой вид спорта. Отдавайте своих детей в спорт. Легкая атлетика, тяжелая атлетика, борьба, бокс. Пускай ребенок сам выбирает. Я хочу, чтобы у нас была здоровая нация. Мы против этих наркотиков, алкоголизма и прочих нехороших вещей. Так что я вам желаю, уважаемые арестанцы, желаю здоровья вам. Не болейте. Пусть у нас будет мир. Дай Бог вам здоровья. Не болейте. У нас в гостях был мастер спорта Советского Союза по боксу, судья международной категории, ибо три звезды, Мукаш Ирсалиев. Спасибо, что пришли, Мукаш. И вам спасибо, что пригласили. До свидания. А, до свидания. Из следующей рубрики вы узнаете о новостях Карвин Спорт Клуба. Карвин Спорт Клуб – это спортивно-оздоровительный комплекс с огромным выбором направлений и услуг в сфере фитнеса и здорового образа жизни. Кроме того, это довольно дружная и большая семья, которая всегда рада гостям и новым друзьям. Так, на этой неделе Карвин Спорт Клуб посадил чемпион мира 2022 года по греко-римской борьбе Жаламан Шаршенбеков. Дорогого гостя встретили генеральный директор Карвин Спорт Клуба Самсон Болян и управляющий фитнес-клубом Аванес Болян. Напомним, что Жаламан Шаршенбеков является серебряным призером чемпионатов Азии 2018 и 2020 годов, серебряным призером чемпионатов мира 2018 и 2021 годов, победителем исламских игр солидарности чемпионата Азии и чемпионата мира 2022 года. Аванес Болян провел для нашего чемпиона небольшую экскурсию по Карвину и рассказал о работе фитнес-клуба. Ведь здесь членам Карвин Спорт Клуба предлагается очень много услуг. Это бассейн, где практически все инструкторы по плаванию имеют звание мастеров спорта международного класса. Тренажерный зал, в котором тренируют исключительно кандидаты в мастера спорта и мастера спорта по бодибилдингу, армрестлингу и пауэрлифтинг. Посмотрели гости студию групповых программ, где можно заниматься стретчингом, йогой, пилатесом, танцами и другими спортивными направлениями. А также медицинский кабинет, куда может обратиться любой желающий член клуба. А в завершение визита генеральный директор Карвин Спорт Клуба Самсун Болян и управляющий клубом Аванес Болян вручили жаламану Шаршенбекову именной халат, а также клубную карту на посещение этого замечательного фитнес-клуба, где теперь есть именной шкафчик чемпиона. В общем, добро пожаловать в Карвин Клуб. Фитнес-клуб премиум класса номер один в Кыргызстане. Не можете поделить телевизор дома? Второй не помогает. Восьмизальный кинотеатр в Дордой Плаза, зал Аймакс и новый зал Долби Атмос с ошеломительным звуком. Дордой Плаза. Погрузись в другую реальность. Дордой Плаза Дордой Плаза. Погрузись в другую реальность. Время нашей передачи подошло к концу. С вами был Тахир Гафуров. До свидания. До следующих выходных. Дордой Плаза. Погрузись в другую реальность. Дордой Плаза. Погрузись в другую реальность.